Дрессировка – важная часть ухода за ротвейлером. В семье эта собака выбирает одного хозяина и подчиняется лишь ему. Обычно это самый уверенный в себе человек – глава семьи. Дело в том, что у ротвейлеров очень сильно развиты лидерские качества, и слабохарактерному человеку такая собака подчиняться не будет. Что мы отрабатываем, какую команду, то мы делаем дома. Но дома занятия у нас чуть поменьше, не в течение часа длятся, а чуть поменьше самостоятельно. Но стараемся дрессироваться не только внутри двора, но меняем места, чтобы она могла ориентироваться и слышать команды в любой ситуации, независимо от того, где она находится – город это или вокзал, или это аэропорт. На занятиях не стоит слишком громко кричать на щенка, тем более шлепать или дергать его. Это может сделать собаку нервной. Лучше использовать в процессе воспитания похвалу и поощрять питомца лакомством. Так он быстрее освоит простейшие команды. Ну, вы знаете, команду сидеть, лежать, рядом, кружись, вальс. Это такие цирковые команды. Наказание стоит применять только в крайнем случае и очень деликатно. Если щенок наотрез не желает подчиняться, его нужно просто взять за холку, приподнять и поставить обратно на ноги. Так питомец поймет, кто на самом деле в доме хозяин.